Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Эксплуатация и техническое состояние оборудования находится на высоком уровне. Независимая экспертиза подтвердила высокий уровень состояния оборудования атомной станции. Это тут по полную картину, чтобы вы могли представлять, что было и что есть теперь. Открытие выставки герои к 30-летию завершения работ на объекте укрытия. Практический семинар от Корпоративной Академии Росатома. Наши победители сегодня на мой взгляд призами. Награждение победителей и участников творческого конкурса. Неизвестный солдат получился током в бою. Десногорцы почтили память героев. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. По концерну в целом 26 071 мегаватт выработка электроэнергии, что соответствует 100,7% с начала года. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе находятся три энергоблока, суммарная нагрузка 3205 мегаватт. Существенных замечаний по работающему основному оборудованию препятствующих внесения нагрузки нет. Выработка электроэнергии за 5 дней декабря составила 308 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 116 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 20,45 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана 289 миллионов киловатт-час. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Комиссия Закрытого акционерного общества «Энергетические технологии» закончила независимое обследование тепломеханического и электротехнического оборудования Смоленской АЭС. Завершив технический аудит на Смоленской АЭС, комиссия отметила достаточно высокий уровень оборудования, квалификации персонала, а также разработку, своевременное выполнение, контроль корректирующих мероприятий, направленных на обеспечение надежности оборудования. Эксплуатация и техническое состояние оборудования находятся на высоком уровне, грамотный персонал эксплуатирует оборудование, поэтому мы ожидаем, что будет нормальная реакция на те мероприятия, которые мы написали, что позволит несколько улучшить еще и надежность. В аналитическом отчете инспекторы представили руководству Смоленской АЭС свои рекомендации по улучшению работы тепломеханического и электротехнического оборудования, новые методы диагностирования оборудования, введения ремонтной документации. В городе-спутнике Смоленской АЭС открылась тематическая выставка «Герои», приуроченная к 30-летию завершения работ на объекте укрытия. Инициаторами проекта выступили Департамент информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» совместно с Московской городской общественной организацией «Солдаты Чернобыля». Его главная цель – представить широкой аудитории документальный пласт, посвященный героическому и самоотверженному труду ликвидаторов трагических событий на Чернобыльской станции. В нашем городе также, как и у всех городах, и у всех городах, и у всех народных станций открываются такие, может быть, небольшие, но очень значимые и важные для нас надобщиков выставки. Для того, чтобы мы уверены, что мы шли в наше будущее, нам необходимо помнить, и следить в руки из наших душевых. В основу экспозиции положены уникальные архивные фотодокументы, многие из которых публикуются впервые. В ликвидации последствий чернобыльских событий приняли участие более 600 тысяч человек со всего Советского Союза. Работники Смоленской АЭС одними из первых откликнулись на трагедию в Чернобыле. В разные годы в ликвидации ее последствий участвовали 470 смоленских атомщиков. С такими героями не посчастливилось в свое время работать на Смоленской АЭС, вспоминает ветеран Смоленской АЭС Сергей Смирнов. Это Юрий Самойленко, Виктор Голубев, Леонид Прокопец, Владимир Стасюк. Это люди, на которых нужно равняться, которые не пожалели своей жизни и защитили нас от такой беды. В рамках проекта «Герои» также подготовлена серия документальных фильмов, которые рассказывают о напряженной работе ликвидаторов последствий событий на ЧАЭС, а также строительстве объекта укрытия, который полностью предотвратил выход радиоактивности и до сих пор обеспечивает безопасность энергоблока номер 4 ЧАЭС. Одна из стратегических целей российской атомной отрасли – увеличение портфеля международных заказов. Для эффективной работы в зарубежных проектах, вовлеченным в данный процесс сотрудникам госкорпорации, нужно уверенно владеть английским, чтобы строить грамотные деловые отношения с иностранными бизнес-партнерами. Для повышения уровня языковых знаний «Росатом» реализует многоуровневые обучающие программы. 30 ноября все тонкости эффективной коммуникации на международном языке общения английском осваивали специалисты Смоленской АЭС под руководством тренера корпоративной академии «Росатома». На Смоленской АЭС действуют 4 группы от уровня «Элементария» до «Апер-Интермидиэт». В этом году мы показали хорошие результаты работы на платформе «Гоуфлюинт» также при очных занятиях с преподавателем, который приезжает к нам из корпоративной академии «Росатома». И в качестве, так сказать, награды, в качестве поощрения нам подарили, нам претендовали вот такой тренинг. Тренинг очень ценный для нас. В этом смысле формат очень интересный в плане его абсолютно такой открытости и свободы. И с то же время у нас есть достаточно времени, то есть это не полуторачасовое занятие стандартно, когда мы успеваем пройти какую-то одну грамматическую тему, а здесь мы можем именно попрактиковаться, говорить. Люди очень и очень много говорят на практикумах. И минимально мое участие, то есть я являюсь здесь скорее куратором и направляющим. Идут у нас групповая работа с партнером на английском языке, потом идет презентация результатов. И все это требует, соответственно, навыков говорения на публику, поиска каких-то решений для удачных фраз. И, на мой взгляд, пока мы получили очень интересные результаты. Знакомство с первоисточником — это собственное, своими силами это всегда лучше. Не теряешь ни в смысле, ни во времени. То есть это как минимум полезно. Плюс все-таки есть какая-то международная деятельность. Мы участвуем в каких-то семинарах, в миссиях. Очень много позволяет сэкономить времени. Работа с зарубежными экспертами напрямую, как минимум в два раза. В первую очередь мне понравилось. Это хороший темп, который задает преподаватель. И вовлеченность сотрудников, она сразу видна. То есть никакого русского языка на тренинге абсолютно нет. Это большой плюс. Что-то мы не знаем. Мы стараемся искать похожие слова. И тем самым, то есть даже уже за полдня, уже чувствуется, что даже мыслить стал по-английски. Понятно, что нужно заниматься много дома для того, чтобы уровень повышать. Но такие тренинги, они дают отличную мотивацию, отличный шаг для того, чтобы продолжать заниматься этим дальше. По итогам обучения всем участникам тренинга вручены сертификаты Корпоративной Академии Росатома. Десногорский состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников творческого конкурса, посвященного развитию атомной отрасли России. По традиции, приуроченный ко Дню энергетика, он был организован Смоленской атомной станцией при поддержке Комитета образования Десногорска, Регионального информационного центра по атомной энергии и Акционерного общества «Смоленск Атомтехэнерго». В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в нашем конкурсе. Поблагодарить ваших родителей, учителей, которые, уверен, помогали вам. По крайней мере, подсказывали. И благодаря, думаю, и поддержке их, во многом, наши победители сегодня домой идут с призами. Дети Десногорска и Росатского района каждый год с нетерпением ждут, когда Смоленск АЭС объявит свой конкурс. Начинают заранее готовиться, подбирать материал, смотреть литературу, обязательно берут какие-то интервью, слушают рассказы своих родителей, бабушек, дедушек, которые работают на атомной станции. Вот это им очень помогает. И таким образом они, участвуя в конкурсе, повышают свой, конечно, уровень познаний в этой области. Этот конкурс, мне кажется, очень проводится в обширных рамках. Все дети могут собраться, показать себя, что они умеют, посмотреть другие работы. Победителями и призерами творческого состязания стали 32 конкурсанта. Авторы 63 работ по различным номинациям удостоены поощрительных призов. Вообще все ребята молодцы, они творческие, неоднозначно подошли к конкурсу. Все работы пропитаны любовью детей к своей малой родине, доверием к атомной энергетике. Все участники конкурса награждены дипломами и подарками, победители и призеры – денежными премиями. Дипломами Смоленска АЭС за активное участие в конкурсе, развитие творческих способностей у детей награждены 10 педагогов Десногорска и Рославля. 2 декабря десногорцы пришли на Курган Славы, чтобы вспомнить героев, пропавших без вести накануне Дня неизвестного солдата. Новая дата, внесенная в календарь страны по предложению поисковиков два года назад – символ современной России, объединяющей разные поколения. Благодарность каждому, кто погиб при защите нашего Отечества. На этом наш выпуск завершен. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова